ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Опять же повторю, что действительно и резервы противник подтягивает. Любимым пропагандистским жанром российского руководства за время войны с Украиной стало саморазоблачение. Раньше во время судебных процессов над военными преступниками нужно было переворошить тонну документов и переспрашивать десятки свидетелей, чтобы получить объективную информацию о действиях обвиняемых и их причастности к принятию человеконенавистнических решений. Даже гитлеровцы, казалось бы, скурпулезно записывавшие каждое свое преступление, догадывались, что об окончательном решении не нужно сообщать в обращении к нации, а списки тех, кто участвовал в совещании на озере Ванзея, лучше тщательно засекретить. Даже Сталин, не скрывавший своей прямой причастности к репрессиям 30-х и выступавших с погромными речами и статьями, прятал материалы Катынского дела в особой папке, и ровно так же поступали все его наследники. Жестокий был человек, вздорный. Сколько он при Сталине народу пообил? А сколько? Ты это... не шалей. Но у Путина и компании другие представления о возмездии. Теперь для того, чтобы принять решение о виновности российских руководителей, не нужно собирать документы и опрашивать свидетелей. Нужно просто посмотреть телевизор и почитать газету. Здесь копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память. Там есть перевод на русский, ну, переведете и потом на английский язык. История о том, как Путин наговорил Нагаагу на встрече с еще одной преступницей, местной детской омбудсменшей, которая явно гордится тем, что ее посадят первой, стала уже хрестоматийной. Но теперь с повинной пришел сам Николай Платонович Патрушев. Его каждое интервью – учебник глупости и невежества. Понятно, что такой человек мог делать карьеру в КГБ и запугивать диссидентов. Украине тоже помогли. Надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации. Семь дней спустя. Облако никуда не пришло. И не могло прийти, потому что его никогда не было. Зато вот в России были и есть две другие вещи. Первое. Сборище кретинов во главе страны, несущие бред про радиацию, иблисов, боевых комаров и женские половые гормоны в пиве. Второе. Огромная ватная масса, которой пропаганда скармливает этот бред и которая все забывает через день, чтобы принять новую порцию бреда и лжи. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пиво много пил в свободное время. Но все-таки кое-что помню еще. Пусть дальше продолжают пить пиво. По-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить. Если бы у бабушки, знаете, были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Это потому что недоумки. Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Потому что, ну, все-таки переговорный процесс. Мы, в отличие от некоторых наших партнеров, все-таки стараемся культуру дипломатических переговоров выдерживать. Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? С нами сыграли вот в эту игру. Кто первый моргнет, или взять, как говорят хулиганы, на понт хотели. Я по-другому даже не могу сказать. Россия предупреждает, что биологические патогены будут разносить летучие мыши, птицы, комары. В России известно, что в лабораториях изучают мигрирующие виды для того, чтобы выявлять патогены. Это обычная практика. Но вот только летучие мыши и птицы не соблюдают суверенные границы, так же, как и Россия. Просто окреневаюсь украинцев. Они вырастили гусей-спецназовцев, построили биолаборатории, создали центры психологических операций и оккультные бригады. На что вообще рассчитывала Россия, когда к ним сунулось? Что можно противопоставить народу, тренирующему боевых комаров? Странами Запада постоянно наращивается применение всего комплекса, имеющихся в их распоряжении, гибридных инструментов, предназначенных для насаждения либеральных ценностей, финансирования несистемной оппозиции, разжигания межнациональной розни и сепаратистских настроений, эскалации межконфессиональных и этнических конфликтов, реализации сценария цветных революций. Их авангардом по-прежнему являются подконтрольные Вашингтону, неправительственные организации, СМИ и оппозиционные лидеры. Ну можно хотя бы не с таким унылым лицом нести такую феноменальную глупость. Но когда он начинает рассуждать о геополитике, становится очевидным, какие же все-таки дремучие идиоты все эти десятилетия служили на Лубянке. Что такое? Главная фраза в последнем интервью Патрушева – это даже не рассказ о том, как Россия уже два раза спасала Соединенные Штаты от неминуемого распада, а теперь не хочет спасать. И не угроза уничтожить Америку невиданным оружием еще до того, как та распадется на области Российской Федерации. А обещание, что Российская Федерация будет господствовать в Европе 21 века так, как Российская империя господствовала в 19 веке, а Советский Союз в 20. Это и есть обозначение преступных амбиций, которые привели к войне в Украине. Мы ни на кого не нападаем. Вот с чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донецке. Ну чушь какая-то. И с точки зрения Путина и Патрушева, эта война должна стать всего лишь прелюдией к завоеванию Европы. Надо действовать в этом направлении. Нет такой страны, где не было бы проблемы этнического, религиозного, социального или бог знаеткого характера. Наша предыдущая страна, которая великий Советский Союз, которой мы наследовали очень многое, имела огромный опыт в этом плане. Они использовали социальную, как правильно, иногда религиозную и этническую вещь. И нам надо это создавать. Потом уже Южный Кавказ опять возвращать. Опять за этот короткий срок. Мы на это имеем право. Мы 200 лет вкладывали огромное количество средств туда. Людских жизней. Я еще раз повторюсь, свыше 200 тысяч русских офицеров, генералов и солдат погибло за все эти годы. Мы не можем просто сказать, вот все мир во всем мире, а теперь вот что, ходить? Нет, так не пойдем. Настало время других совершенно решить. Жестких, конкретных. Пряник-пряник не получается. Ты хороший. Пряник-пряник, кнут получается. А для того, чтобы это было, мы должны консолидировать наши возможности с Ираном. Иран также не заинтересован, если на Южном Кавказе определится какая-то натовская структура. Потому что они уже работают на севере, поддержки сепаратистских движений на севере Ирана. А мы у нас будут на юге. Значит, наши интересы совпадают. Правильно я говорю? Правильно. Значит, надо консолидировать. Ребята, формат переговоров будет такой. Ни Брюссель, ни Вашингтон. Будет участвовать Россия, Иран и две конфликтующие страны. Хотите? Нет? Ну тогда есть вот такие-таки действия, которые заставят вас это делать. В доказательство того, что болтовня Николая Платоновича не маразма, а планы, напомню, что накануне нападения на Украину Кремль выступил с предложениями по обеспечению безопасности России, которые содержали требования гарантировать невступление в НАТО всех бывших советских республик, а отнюдь не только Украины, и отвод вооружений с территории бывших стран народной демократии, контролировавшихся Москвой до 1991 года. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сделал очень громкое заявление. Посоветовал НАТО собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года. То есть предлагалось добровольно воссоздать советскую зону влияния до распада Советского Союза. И понятно зачем. Ну что, это непонятно что ли кому-то? Эта восстановленная зона влияния должна была стать плацдармом для российской гегемонии в Европе. Одни страны должны были жить под оккупацией, другие в страхе перед оккупацией, а третьи покупать российский газ и быть благодарными и послушными. Вот вам и Европа в кармане. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения. Все закончится в течение нескольких недель. Вот и все. Чего проще-то? Туда, куда не дойдет танк, достанет газопровод. Вот теперь, когда вся эта безумная программа гегемонии разрушена, месяцами войны против Украины не произошло никакого отрезвления. Патрушев по-прежнему убежден, что Россия призвана завоевать Европу и разрушить Америку. Мы в самые ближайшие недели столкнемся с очень серьезным вызовом на поле боя и вокруг него. И вот здесь главное не лохануться. Когда пахнет жареным, когда успех не очевиден, преступники обычно скрывают планы своих злодеяний. Но только не Патрушев, только не Путин. Чур, я не первый. Только не Медведев. Теперь серьезно. Эти по-прежнему рассказывают нам все. Без лишней скромности скажу. Видимо, хотят на виселицу. В соответствии с планом. Газепу Боррелю, который снова ради мира в Европе призвал страны НАТО разрешить Киеву бить по целям в глубине России. У спикера палаты представителей США Майка Джонсона, который, если помните, выступил в разрез с линии своей партии и разблокировал пакет на 60 миллиардов долларов для Украины. Есть ли какие-то изменения в оккупированной части нашей Курской области? К сожалению, на Курском направлении обстановка по-прежнему остается серьезно сложной, тяжелой, напряженной. Враг продолжает предпринимать попытки своего продвижения в Глушковском и Кареневском районе. Задействует для этого большие силы личного состава, которые у него имеются. Субтитры создавал DimaTorzok